Хей-хей-хей! Всем привет, особенно любителям мехов! С вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием СуперМех. Собственно, сегодня у нас с вами дела предстоят великие, потому что, как видите, нам добавился особый квест, который даёт нам легендарную, я не помню как точно, Трансформ Релик, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. По сути, это не такой уж прям СуперБуст, это просто легендарная вещь, которую можно использовать для того, чтобы превратить ваш Эпик в... Точнее, вашу легендарку в Мификс, собственно говоря. Что мы сейчас с вами сделаем? Давайте начнём, наверное, с анбоксинга небольшого. Здесь у нас с вами один Эпик Эссеншн Релик, мало. Мало, сразу скажу, немного, но и то хорошо. Я вообще рассчитывал на два, буду совсем уж честен. Здесь у нас тоже с вами Эпик. Так, это у нас с вами Смолдер и Грэплинг Хук, который, в общем-то, полная фигня. Вот, здесь у нас, видимо, снова Эпик. Так, это у нас с вами Кракен, Торс тоже идёт на растопочку. Ну и давайте премиум бокс откроем, два форчин бокса откроем чуть попозже. Здесь у нас тоже Эпик, Тормент тоже идёт на растопку. Ну и давайте, наверное, в первую очередь займёмся улучшениями. Так, что у меня по Эпикам? Ага, три штучки, ещё две нужны для того, чтобы сделать снова священочку. Итак, что мы сегодня будем делать, ребята? Я на самом деле предлагаю такую тему. По-хорошему, по-хорошему, мне сейчас особо новые леги-то, ну, не то чтобы шибко нужны. Давайте превратим, вот у меня тут есть парочка, превратим в леги, потому что, ну, раз уж они у нас прокачаны, то окей, давайте это сделаем. Но вообще сегодня я хочу заняться немножко другим. Так, у нас с вами теперь легендарный магмариколер, кстати, может неплохо зайти на теплового меха, но на данный момент он мне не нужен, вроде бы как. Так, и второе, это вот у нас флейминатор, если я не ошибаюсь. А, hot flash, sorry, sorry. Да, ребят, я прочитал ваши комментарии, кстати говоря, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии, всё это очень важно для продвижения мехов и для меня в том числе. Что я хотел сказать, прочитал ваши комментарии, многие пишут, мне вообще понравились дискуссии, типа, Сорл, нафиг тебе нужно, убери её со своего меха. А второй пишет, Сорл, топовая пушка, ну-ка, не надо на неё гнать, нормально вообще на ней можно зажигать. Я всё-таки склонен верить второму человеку, на самом деле, в нашем таком воображаемом диалоге. Потому что пушка, на самом деле, очень неплохая, она реально классно перегревает, очень неплохо дэмэдж, в общем-то, вносит. Ну, так, типа, более-менее, по крайней мере. То есть, видите, по две соточки она нам нормально может вносить дэмэдж. Ну и плюсом, конечно, является то, что она хорошечно перегревает. Так, давайте я, наверное, дрон ещё прокачаю, потому что он у меня совсем слабенький сейчас. А дрончик, это всё-таки дело одной из самых важных, пожалуй. Чё, ещё разок сделаем, это 38. 38, ну давайте, наверное, да, я думаю, ещё разок можно, как-нибудь вот так вот. И давайте уж, чтобы до ровного числа, вот так. Супер! Firefly мы с вами прокачиваем, он у нас становится, значит, 41 уровня, да? Да, 41, красненький, красивенький, прям под цвет теплового меха. И я так думаю, можно вкачать, даже не знаю что, чтобы вкачать. Блин, модули бы, наверное, надо бы попрокачивать, потому что, видите, у нас с вами модули, конечно, на третьем мехе чисто легендарные. Да, 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 да. Есть даже эпические, что меня, конечно, не очень-то радует. Можно, кстати, наверное, вот так. Ага, не, нельзя, понял. Пойл, не дурак. Эм, ну, знаете чё, знаете чё, в принципе, во, вот так мы с вами сделаем, для того, чтобы у нас он был чисто антифиз. Мне кажется, это нормальная тема. По этому всё ясно. Я вот думал, может быть, Заркарес поменять на, так, Hollow Spectral Armor, это 120, 120, 144, 96. А, ну, у меня он фуловый мифик. А здесь сколько будет? Не, ну, по хпшке Заркарес выруливает, поэтому здесь это бессмысленно. Конечно, по ногам у нас мало хп, ребят, но, опять же, не хочу пока прокачивать ноги. Я всё ещё надеюсь на что-то более-менее стоящее, поэтому я просто не вижу смысла сейчас тратиться на ноги. Эм, блин, ну, походу, да, надо бы, наверное, попрокачивать модули. В принципе, модули никогда лишними не будут, прокачка их это всегда полезное дело, поэтому я думаю, что, окей, давайте вкачаем себе какой-нибудь модулек, какой у нас здесь есть с вами, например, а давайте Mighty Protector прокачаем. Я вот так думаю, потому что он всегда нам пригодится и на этом мехе, и на других мехах мифический Mighty Protector, это всегда дело полезное, их замечательно просто. Так, 31, блин, это ещё 9 уровня, у меня вряд ли хватит, да? 37, ещё 3 уровня, блин, хватит или не хватит? Давайте попробуем, ребят, я всё-таки хочу прокачать. Не хватает, мне 2 уровня. Ладно, давайте попробуем через эпики попрокачиваться. Лишние, опять же, эпики отдавать, ребят, это всегда хорошо, потому что мы таким образом с вами чистим инвентарь. Это очень здорово, и мы с вами можем теперь спокойненько Mighty Protector свой прокачать. Замечательно! Сразу, видите, повышается физическое сопротивление на десяточку, уже 39, и если мы сейчас с вами, у нас хватит денег, а денег у нас с вами хватит, мы можем ещё и вот так вот замечательно сделать. Так, Iron Frenzy не хочу отдавать, это всё не хочу, Hot Flash отдаю без проблем, Face Shocker также. EMP-шечка, блин, она на самом деле выпадает не так часто, поэтому я лучше её, наверное, хочу оставить. Lightning Platinum Vest однозначно оставляем. Эти модули, блин, эти модули, ну не хочется модули тратить для того, чтобы прокачать модуль, честно вам признаюсь, это тоже отдавать не... капец, у меня не хватает легендарок, да? Сколько там нужно ещё? Так, две штуки, да? Magma Recaller, давайте Magma Recaller отдадим. О, что-то я, кстати, не пролистал сюда. Всё нормально, всё нормально, ребят, разрулил ситуацию. Recaller отдаём, они нам сейчас особо-то не нужны, и они выпадают в достаточно большие количества. Mighty Protector становится у нас с вами мифической мощностью. 45 физ-запротивления, это обалденно для антифиз-робота на самом деле. Жалко, что у меня нет здесь модулей, точнее этих пауэр-юнитов. Ну давайте я вот так вот хотя бы отдам, просто чтобы... Даже вот так вот, просто чтобы повысить на один хотя бы. Просто по приколу, ребят, просто по приколу. Нормуль. Так, ну слушайте, не могу сказать, что мой робот сейчас стал супер намного сильнее, благодаря этому, этой прокачке, но однозначно 74 физического сопротивления, это хорошо против физ-робота, это реально хорошо. Так, что у нас в клане, давайте глянем по-быстренькому. Ого, вроде бы ничего особо, здесь вступим. Конечно же, как же иначе, по участникам тоже чекируем. Ребят, напоминаю, вступайте в наш клан, чинаский пауэр, вступайте. Топ-30, стабильно держим. Надо уже прорываться выше, я так думаю, поэтому буду рад вас здесь у меня, собственно, увидеть. Так, открываем, наверное, этот форчун бокс и пошли уже, наверное, на арену. Надо выполнять задание. О, кстати, смотрите, у нас сегодня чистые эпики сыплись из этого ящика. По-моему, вообще, да, по-моему, три эпика уже выпало, да? Неплохо. Так, в магазинчике 85, это я ничего купить могу купить, только прирост золота на арене. А давайте, а давайте, в принципе, пофиг. Ну что, собственно, поехали, дорогие друзья. На самом деле, 2 на 2, это одно из моих нелюбимых сражений. Так, у нас тут три физика. Слушайте, а давайте ради, ради интереса, ради интереса, мы с вами сыграем даже не так, а вот так. Просто ради интереса. Я понимаю, что, скорее всего, это будет лузовая каточка, но хотя бы смешная, как мне кажется. Давайте посмотрим, есть ли у него перегрев. 600, блин, 600, это на самом деле довольно много. Вполне возможно, что у него есть возможность скинуть этот перегрев. Сейчас мы это с вами узнаем. Так, он, понятно, будет стрелять с френтиков. Это чисто френтик-сборка для того, чтобы на рандоме постараться напить побольше демона. Ага, 200, но это немного, пока что это нормально. Давайте, наверное, с Сороу и с хит-бомбы второй мы с вами тоже вжарим. Ты сейчас сколько он скинет? 84, слушайте, а у нас есть здесь шанс... Не, у него сейчас будет в любом случае оверхит, мы не сможем его довести до... Блин, видите, у нас здесь маловато все-таки тепла. Это из-за того, что модули у нас такие немножко косячные. Нам надо здесь тепло увеличивать. То есть охлаждение у нас, в принципе, более-менее нормик. А вот тепло увеличивать 100% нужно. Давайте еще Сороу. Это оверхит? Да, это оверхит. Блин, вот он немножечко не хватает. Но это, видимо, ребят, уже конкретно вот эти проблемы в том, что у нас с вами нет... Нет прокачанных, нет прокачанных вещей. Если бы у нас были прокачанные вещи, все было бы, на мой взгляд, намного-намного-намного лучше. Ладно, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, сможешь ли наш первый робот затащить обоих. И сказать, она 400 дэмэджа и 400 офигенно. Офигенно ему заходит. Ничего страшного. Терпим, терпим, ребят. И на регенчик с вами встаем. Для того, чтобы у нас был хоть какой-то сейчас шанс на паркетру. 1200 на 1500. Ну, смотрите, в чё здесь, скорее всего, он Террор Край сейчас испол... А, нет, он, наверное, будет идти через... Да, Террор Край дрон, да. Предлага. Мне сейчас надо будет Найт Игл использовать для того, чтобы он... Ага, он даже так пришел. Да? А, какой? Ладно, ладно. Знаете, короче, чё, какой шанс есть? Есть шанс небольшой. Блин, я просто боюсь, что он даже с этих пушек меня может состроить. Короче, есть небольшой шанс, что он пойдет через Френтик. И Френтик его подведет. Если Френтик нанесет где-то соточку, то мы с вами изи побеждаем. А, он даже решил... Он думал, что это его... Я же говорил, я же говорил, ребят, что есть шанс, что он может убить этих двух пушек, но у него не получилось. Ха-ха. Блин, нормально, победа с помощью теплового робота. Это всегда довольно забавно. Ха-ха. Потому что у нас с вами тепловой робот, это, конечно, полный ГГ. А, если бы я взял два своих основных робота, естественно, мы бы затащили просто на изичах. Так, у него здесь тепловик и физик. Кого он возьмет первым? Блин, мне почему-то кажется, что тепловика, но, честно, я почему-то думаю, что он возьмет физика. Смотрите. Угу. У меня... Я вот просто по логике думал, что он возьмет тепловика. Но я уже понял, что у меня реально в последнее время что-то очень большие проблемы с угадыванием. Реально очень большие проблемы. Поэтому я просто сделал вывод и сделал наоборот. Подумал, что будет так. Так, он сейчас использует дробаж, правильно? Или они говорят, нет, все правильно, дробаж. Окей, давайте тогда так. И вот так. Посмотрим, чей френтик лучше. У него тоже сборочка на френтиках. Стрим. Давайте мы его ответим. Видимо, это человек, который нас знает. Ну, нет. А, в смысле, я записываю. Давайте. Только давай, не тупи, пожалуйста. Давай, начинаем играть, чтобы долго зрители не смотрели. Передаю привет, ребят, всем всегда, если вы встречаетесь со мной на аренах, мне приятно знать, что ребята меня знают, так сказать. Это всегда здорово. Так, ну, ты ходить-то будешь. Мистер. Мистер, не поддавайся, мистер. Ну, мистер, ну что ж, ну, ага. Лучше бы поддался. Если честно, лучше бы поддался. Его френтик значительно лучше, чем мой. Сами видели, в общем-то, все. Так, он не сможет здесь меня ваншотнуть, я поэтому его и приблизил. То есть, видите, ему здесь надо тратить два хода. И причем ему надо тратить один из френтиков. Блин, его френтик вообще шок. Шок не по-детски. Так, ну, и здесь мы с вами уже добиваем. Раз и два. Нормуль. Смотрим. А, у него второй тепловой, да? Блин, если у него второй... Ой, блин, ну, плиз, ну, что это? Ну, у него есть хит-бомба? Да, у него есть хит-бомба. О-май-гадабл, Данила, это просто крейзи какой-то. Че, почему мне так не везет на угадывание? Я просто этого не понимаю. Так, знаете, что здесь надо порубать? Газ. Это, конечно, меня мало спасает, как вы видите. Но есть шанс, что он меня не шатдаунит. Хотя бы оверхитнет. Если он меня оверхитит, то мой дрон выстреливает еще разок. Если что, ну, здесь шатдаун при вас. Эээ. Мда-мда-мда-мда-мда. Очень много тепловиков в последнее время, ребят. Сейчас, вот если я опять нарвусь на тепловика, то пофигу. Я буду менять уже модули своего энерго-робота на тепловика, потому что... Так, давайте думать. У него есть три сборки. Что он может поставить? Учитывая... Я думаю, что вот так. Я думаю, что вот так. Давайте попробуем. Если он сейчас первый ставит тепловика, я просто, ребят, взрываюсь нафиг и улетаю на орбиту. А-а-ха-ха-ха-ха-ха! Ребят Это просто Да мне нечего здесь делать, он поймет Естественно поймет О май гадбол Единственный варик это то, что он конечно не выкупит что надо Блин, я просто не понимаю Вы помните, вот была серия, где я всё угадывал Вот у меня два дня уже такое, что я ничего угадать не могу У меня просто не в предыдущем Ну, как вчера я играл вне серии просто так для себя У меня нифига не получилось угадать, что сегодня Что он играть-то будет? Нет, алло, простись, товарищ Ооо, прямо это жёстко, ребят, подгорает Я вам честно скажу Я вам честно скажу Не знаю, даёт он нам фору или что это такое Почему поменял меха, но не стал атаковать Возможно, это фора Потому что смотрите, в чём главное сейчас фишечка У нас есть шанс на победу Только в той ситуации, если мой второй мех проживёт первого меха и дотянет до второго Потому что мой мех замечательно контрит тепло Просто прекрасно, вы сами видите сопротивление соответствующее и тепло соответствующее Но, если мы будем... Ну, видимо, он не значит, что случилось Может быть, опять же, мама позвала кушать Фууу, ребят, ну я бомбанул, конечно, немножко Но, хорошо, хотя бы так, энерго... Ага, понятно, понятно Здесь он вторым поставит тепловика Чекайте Я хотел сказать, первым поставит тепловика, естественно И, ребят, ну, типа Ладно, окей На самом деле, это не так важно Потому что, в любом случае, он взял два энергетика Естественно, было бы лучше, если бы я взял первым Так, знаете, как лучше будет даже сделать здесь Я сейчас покажу, как Окей, нормуль Объясняю, почему так сделал Потому что меня, в любом случае, на этот ход уже лишает энергии И мне здесь уже будет разумнее делать кого-то Вот, да, вот Просто подъезжать и бить сенегляться А так хотя бы немножко демджи я внёс с фредикой То хорошо Слушайте, на самом деле, у него такая Лоу-хпшная сборка Что есть шанс, что я его сейчас покажу Даже вот таким вот непростым Несложным способом Готово Замечательно Преимущество на нашей стороне, однозначно У него есть вторая сборочка Но он уже тратит ход Ну, точнее, полгода Для того, чтобы меня давить И это очень даже в моих интересах Поехали мочить Это победа Это победа, ребят, однозначно Потому что здесь уже, как бы, он сделать ничего не может Даже лишить нас половины энергии Но мы с вами сейчас Хе-хе-хе Близ-лиз-лиз А-а-а Так Я, наверное, сделаю здесь Вот так И вот так Готово Вот как-то так это и делается Да, ребят Честно признаюсь У меня прям Чё-то как-то нормально подгорает С происходящего Потому что Обычно Логически Ты можешь Прочитать блеф Соперника Здесь у меня В последнее время Действительно какие-то проблемы Вроде бы наши мехи становятся сильнее Но при этом Ага Ну, скорее всего Он будет брать 1-2 1-2 1-2 1-2 Кого он возьмет первым Два или один Я думаю, один возьмет первым Смотрим Два, да? Уу Хорошо Хорошо Хорошо, ребят Кажется Мои чертоги разума Начинают действовать Наконец-то Поехали Поехали Здесь из победы То есть Как бы Даже объяснять вам Ничего не нужно Я думаю, что он может Ливать сразу же Не знаю, почему Энергосборки Такие лоу-хпшные На самом деле Потому что По-хорошему Можно создать Нормальную энергосборку С нормальным Количеством хп 1600 хп Это расчет на то Что он реально Попадется на соперника У которого Все пушки Зависит от энергии И при этом Который Не обладает Энергией Ну то есть Да, такое конечно Возможно Просто Очень мало Так, у него там Есть хит-бомба Да Ну это ничего Это нормально Он ее сейчас Наверное использует Естественно И естественно Он нас перегреет Шатдаунит И все остальное Это абсолютно Не важно На самом-то деле Это вообще замечательно Потому что Мы его теперь Уничтожаем А Не, уничтожаем Кстати, смотрите Ну ладно Тогда подождем Немножко Он нам должен Сейчас всю хп Снести здесь Это естественно Это ничего страшного Естественно Что на следующий ход Мы с вами Попереждаем Однозначно Он это тоже Прекрасно понимает Отбивай, дружище Отбивай Спасибо Да Да Ха-ха Игра даже здесь Умудрилась Меня подколоть Ребята Даже здесь Умудрилась Подколоть Фрэнтик на 114 Это Кайф Кайф Так, что там Мне сколько еще Нужно выиграть Для выполнения задания Еще две Да Слушайте Надо сегодня Выполнить его Я думаю Поэтому давайте Мы сейчас С вами доиграем Хочу это сделать На видосе Чтобы все было Красиво А, ну Окей Чтобы все было По-честному Поехали Надеюсь, что здесь У нас тоже будет победа Как видите Два на два Это действительно Очень серьезно Так, тепловик Тепловик Блин, есть шанс Что он два тепловика возьмет Но слабый Мне кажется Что все-таки Один-два Вопрос Кого он возьмет Первым Мне кажется Что Физика Смотрим Ребята Чертоги Разума Погнали Потихонечку Погнали Окей Синк Единственное Что у него Очень хорошая сборка Физическая Единственное Ну, минус Единственное Ее Это то, что у него Стоит Френтик Использовать Может быть Не стоит Поближе к себе Подтолкнуть Единственный Минус Это то, что у него Френтик А не Спартан Керниш Если вот сюда Поставить Спартан Керниш Это в принципе Идеальная Сборка Офигенно Офигенный Дэмэдж Прошел Здесь Нет смысла Его подтолкивать Просто Бьем Со всех Блюшек Блин И он Ваншотнул Да что Что будешь Делать На минус 50 Ребят Ну, это Это И мой Френтик Минус 50 90 Минус 50 90 Френтик На 700 Спасибо И на том Конечно Но меня Это мало Спасает Нет других Вариков В любом Случа Здесь Мы играем Против Тепловика У нас Есть Здесь Определенное Преимущество Но у него 2000 КП У нас 1000 Ребят Это Очень Плохо То есть Естественно Он Здесь Не Перегрет Это Хорошо Конечно Но То что У него КП Значительно Больше Это Очень Очень Плохо Я надеюсь Он Использует Ракету 300 600 Сможет Нам Снять Если Он Не Снимает На следующий Ход Мы Побеждаем Если Он Снимает 600 И Он Скорее Все Их Снимает Ну Ребят Я Думаю Что Типа Мне Не Надо Я Думаю Что Мне Не Надо Комментировать Здесь Мы Все Сделали Идеально Правильно Единственное Варик Еще Был Это Может Быть Джамп На Реген Пад Как Вариант Он Б Восстановил Нам Немножко ХП Но Тогда Мы Потеряли По Дэмэджу И Был Шанс Проиграть Нехилый Поэтому Да Не Люблю Такие Поражения Конечно Но Они Хотя Честные Заслуженные Два Физика Мы С вами Видим Блин Мне Было Слушайте Давайте Рискнем Давайте Рискнем Мы Все Таки Играем В эту Игру Не Для Того Чтобы Типа Выигрывать Все Время А Для Того Чтобы Порафлинговать Поэтому Давайте Немножко Порафлингуем Я Думаю Что Он Первого Ставит Первым Ага Естественно Это Его Основной Мех Стил Бульдозер Зовут Его Две Семсот Много 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 ХП Два Спартан Кернеджа Прекрасные Потому что В моих Интересах Здесь Будет Даже Сделать Так Кстати Смотрите Как Здесь Интересно Тоже Его 200 Перегрев А блин Надо было На самом деле Даже по другому Сделать Я не заметил Что у него 200 Всего лишь Да Мы Сейчас Сделаем Это Попробуем Давайте Попробуем Блин Много 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 Он нам Снимает Но Ничего Надо Попробовать Давайте Попробуем Просто Ради Рофла Весь Этот Бой Ради Рофла Ребята Я хочу Просто Проверить Да Лол Тупо Лол Ребят Раз Я даже Не знаю Как мне Лучше Здесь Делать Ладно Давайте Так Пойдем Забавно Забавно Здесь У него Будет Наверное Оверхит Я так Понимаю Да Наверное Давайте Мы его Сюда Раз Все равно Оверхит Сюда Сдвинем Ок Ок Ну он Со Спартан Карненджи Меня Может Вообще За Два Хода Ребят Вынести Просто Забавно Пошло Жаром Пошло Жаром Так Здесь Я Как Хочу Сделать У него Две Триста Здесь Должны Ну-ка Давайте Проверим Нормальный Перегрев В принципе Да С этим Роботом Ребят Сложно Выиграть Честно Признаюсь Ну как Видите Тут Тоже Достаточно Забавно Получается Фишка В том Что А че Он Че Издевается Над нами Что Ладно Просто Решил Съехать С Пэда 1200 Такое Чисто Что У нас Знаете Такой Малыш Вышел На бой Против Титана Который Поменял В итоге Себя На Своего Маленького Малыша И Два Малыша Дерутся Так 1200 КП Да Но У него Видите Тоже Как Можно Заметь Что Не Все Прокачано Я Не Знаю Что Он Делает На Сам Деле Может Он Тоже Барок Выграет Сейчас Так Здесь Используем Изоляцию Здесь У нас Дэмэдж Проходит Норм Можно Было На Сам Деле Даже Скипнуться На Другого Ай Блин Жалко Я надеялся Что У меня Сейчас Еще Один Будет Это Было Очень Замечательно Добьем За Один О Маг Ребята Но Это Просто ГГ Это Просто ГГ Ну Типа Если Даже В Таких Моментов Не Везет Ладно Это Был Рофлобой Я Думаю Что Изначально Было Все Ясно Ну Че Давайте Наверное Последний Бой Надо Заканчивать Видос Получается Реально Уже Очень Длин И Так Два На Два Можно Было Опять Парафлин Говать Но Уже хочу просто сыграть по-нормальному. Давайте посмотрим. У него видно, что второй мех не самый прокачанный. То есть у него есть легендарочка Найт Игл. Даже не мифик, насколько я понимаю. По большому счету здесь действительно не важно, кого ставить первым, кого вторым. Нам важно просто... Ага, прекрасненько, прекрасненько. И мы можем сделать с вами вот такую вот грязь. Он сейчас опять же использует дробаш. Мы с вами используем Найт Игл плюс Найт Фолк. Все замечательно. Для нас это идеальная ситуация. Дробаш? Дробаш. Как же иначе? И погнали мы с вами дамажить потихонечку. На следующий кон мы уничтожаем этого меха. И переходим к следующему, собственно. Это же враг с френтиком по-другому. Смотрите, мой френтик. Смотрите, просто порофло, ребята. Реально порофриковать. Забудьте, забудьте. То, о чем я говорил, забудьте. Мы сейчас в более удобной ситуации. Здесь, естественно, у нас с вами больше кпшки. У нас с вами, в принципе, все немного более хорошо. Если он сейчас даже сдвинется. Ага, прекрасно. Это очень хорошо для нас. Это же даже замечательно, я бы сказал. Потому что таким образом мы можем с вами использовать Найт Игл. Здесь бы мы... Ну, он, в принципе, все понял. Замечательно. Так, скипаем и получаем с вами, наконец-то, нашу заслуженную награду. Ребят, было сложно, честно признаюсь. Было непросто. Я постарался. Как видите, сейчас арена это действительно довольно хардовая вещь. На которой довольно сложно преуспеть. Я надеюсь, что там мои ошибки какие-то или мои наоборот. Грамотные вещи. Кстати, у нас все форшн-боксы открылись на Эпик. Прикольно. Может быть, они как-то вас учат, обучают. Я буду очень рад, если это действительно так. Ну и в свою очередь, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Я буду очень вам признательным. С вами же был Чинацкий. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.